Я криминальный журналист. В моих архивах исключительной важности дела. Большинство из них под грифом «секретно». О них вы не узнаете из газет или журналах, как и о тех людях, кто разоблачал жуткие злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ноябрь 50-го года. Дежурную группу МУРа срочно вызывают по адресу Кутузовская Слобода, магазин номер 69. Сыщики прибывают на место и застают шокирующую картину. В торговом зале в луже крови мертвое тело директора магазина. А в углу живая, но до смерти перепуганная кассирша. На коленях перед маленькой неработающей печкой, засунув голову внутрь. Чёрная кошка – самая известная шайка советской эпохи. Жестокие налётчики держали в страхе не только всю послевоенную Москву, но и повергли в гнев самого товарища Сталина. Существовала ли она на самом деле? Сегодня я расскажу вам подлинную историю Чёрной кошки. И в этом мне помогут профессионалы. Те, кого так талантливо изобразили в кино наши лучшие актёры. Именно они будут сегодня героями моего очередного детектива. Николай Муравлёв, ветеран Мура, полковник милиции. Лично выслеживал и брал бандитов. Владимир Арапов – прототип киногероя старшего лейтенанта Шарапова. Кристально честен. В молодости арестовал собственную невесту, когда та оказалась воровкой. 1950-й год. Немецкие инженеры создают первые программируемые компьютеры. Американцы начинают разработку водородной бомбы. А в СССР отменяют мораторий на смертную казнь. И почти сразу дерзкий вызов. В Москве объявляются жестокие бандиты. На месте происшествия в магазине номер 69 работала опергруппа из Мура. Сыщик Владимир Арапов до сих пор помнит, как всех шокировало поведение кассирши. Я приехал, так она стоит на коленках, головой в печку. Арапову стоило больших трудов успокоить кассиршу. И вскоре она смогла рассказать, что произошло. В тот день в магазине было немного покупателей. Внезапно перед кассой выросли трое. Изумленная кассирша увидела перед лицом дуло пистолета. На шум из своего кабинета выбежал директор Карп Антонов. Бывший фронтовик, не раздумывая, бросился на налетчика. Истекающий кровью директор упал на пол. Двое налетчиков бросились к кассе. Третий приставил пистолет к голове, обезумевший от страха кассирши. Кассир, когда они грабили, я боюсь, я боюсь, он говорит, лезь в печку головой. Из кассы исчезло 64 тысячи рублей. Огромная сумма по тем временам. Новый Запорожье стоил 2,5 тысячи. Дача на, ну, сейчас Рублевка, а тогда новой переделки, она стоила 25 тысяч. Но самое главное, кассирша была уверена, магазин ограбила банда «Черная кошка». Мифы о «Черной кошке» ходили по Москве еще с довоенного времени. Тогда в столице орудовало сразу несколько банд с эффектным названием. Все кошатники отличались зверской жестокостью. Когда грабили, не оставляли никого в живых. Убивали даже грудных детей. И каждый раз отморозки бросали на месте преступления труп кошки. Или рисовали ее на стене. Неужели одна из довоенных шаек выжила и вновь вышла на кровавую охоту? На месте ограбления магазина сыщики не обнаружили никаких меток. И никаких рисунков кошки. Моровцы прекрасно знали, банда не может иметь название. Банда, она в принципе не могла не называться. Если они шифровались, зачем же им называться? Это конспирация была в первую очередь. После военной шайки не признавали никакого ребячества. Игр в название и блатной романтики. Серьезные взрослые бандиты. К тому же, кстати, по книге, по фильму, там не следует, что они себя называли черной кошкой. Они просто кошку подбрасывали. Или рисовали кошку на стене. Причем, как мы помним по фильму, это делал самый такой отмороженный и самый, и наименее профессиональный участник банды, промокашка. Так значит, братья Вайнеры полностью выдумали неуловимую шайку. Сочинили Жеглова и Шарапова. Что касается Жеглова, его образ действительно собирательный. Азартный, жесткий чекист старой закалки. А вот уж Арапова был реальный прототип. Даже фамилию не сильно меняли. Владимир Арапов, тоже бывший фронтовик. Молоденьким лейтенантом пришел в Мур. Вот только характер у реального Муровца Арапова был совсем другим. Не мягкий интеллигент, а весельчак и балагур. И он тоже гонялся за неуловимой бандой, которую Вайнеры назовут черной кошкой. Она действительно существовала. На следующем ограблении они уже стреляли не только в потолок для острастки. Они палили в затылок любому, кто посмел шевельнуться. Народ наложился и молчал. Деньги забирали. И кто-нибудь определялся. Уже. Боялись, убьют. Николай Муравлев в 50-й молоденький опер вспоминает. Бандиты буквально не давали милиции передышки. Ограбления следовали одно за другим. Ноябрь 50-го. Ограбление магазинов Кунцево. Преступникам досталось 24 тысячи рублей. На этот раз в руках у налетчиков была граната. Декабрь. Промтоварный магазин пароходства. Куш 31 тысяча рублей. Старенький сторож был зверски избит. Грабители получили от него связку ключей, только когда пенсионер потерял сознание. Январь. Налет на крупную сберкассу. Очень солидный куш. 137 тысяч рублей. И два трупа. Кассира же не давала деньги, он ей в плечо выстрелил. Он забрал деньги. На станции Трикотажа, они тоже совершили ограбление сберкасса кассира. Догнались за ней. Догнали и забрали. Слухи о банде налетчиков разлетаются бесконтрольно. В Москве многие поверили. Вернулась черная кошка. В Мур срочно прибыли высокие лица. Начальник КГБ МВД был. Надо принять все меры, для того, чтобы это преступление раскрыть. Тем более, Иосиф Васильевна Сталин знает об этом. Прямо сказал. На самом деле Сталин еще ничего не знал. От тяжелобольного вождя правду скрывали. И прежде всего боялся огласки Хрущева. Ведь если вождь узнает правду о криминальном беспределе, Хрущеву не сносить головы. Из любимчика он легко мог попасть в застенки Лубянки. Москва в панике. На двор положился и молчал. Хрущев в истерике. А банда в роскоши. Простите за леггарный салатку в пилет. Настоящая история легендарной банды «Черная кошка». В те годы в стране орудовало множество мелких шаек. Потрошили карманы граждан, врывались в квартиры. Даже убивали. Но все эти преступления карались, как ни странно, гораздо мягче, чем грабеж магазина. Магазин или сберкасса – это уже народное добро. А значит, совсем другая статья Уголовного кодекса. Никого не убив. Просто, если человек влез и ограбил, запросто можно было пойти под расстрел. Это называлось хищением социалистической собственности. Муровцы понимали – налетчики явно опытные и дерзкие профессионалы. Но в тот момент о них было известно немного. В пивную «Голубой Дунай» сыщиков вызвали обычные мальчишки. Именно вездесущие пацаны обнаружили странную картину. И позвонили в милицию с громкими криками «Черная кошка порешила всех». Заведение было снаружи закрыто на замок. Висела табличка «Обед». Но прижав лицо к стеклу, мальчишки разглядели. На полу, в глубине помещения, лежат люди. Я помню, что это «Голубой Дунай». Это «Голубой трактир». Я бы сказал, трактир пивная большая, закрытая. Напротив, вон, станция «Динамо». Николай Муравлёв помнит и чувства, с которыми мчались к Дунаю оперативники. Неужели на этот раз бандиты расстреляли всех посетителей? И главное, какая дерзость. На соседней улице отделение милиции. Раньше в милиции комната таких небольших домишек милиции была. Какие там сигнализации. Когда телефон ездили, один там на троих, на пятерых работал один телефон. Но на этот раз всё оказалось не так страшно. Мужички-посетители на полу были живыми. Просто жутко перепуганными. Оказалось, бандиты приказали лежать и не двигаться. Никто не посмел ослушаться. 28 случаев налёта было у них. В разом сочетании. Почти никто из выживших свидетелей не помнил лиц налётчиков. Была лишь единственная деталь, о которой упоминали все. Все налётчики безоговорочно слушались приказов одного из них. И главарь явно выделялся среди остальных. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алё. Да, пусть идут потихонечку. Жиглов и Шарапов ловили банду под предводительством Горбатова. Роль матёрого уголовника исполнил Армен Джагатханян. Он очень содержательный. Там нет, простите за вульгарные слова, туфты нет. Там есть такая подлинность, даже пугающая, что это вроде не артисты. Но в реальной жизни главарь банды выглядел совсем по-другому. От него режиссёр Станислав Говорухин оставил только одну деталь. Светлый цвет волос. Вы лишние долго мучились до сих пор. Я мучаюсь ещё. Вот эти, теплашка, вот эти волосы. Предводителем жестоких налётчиков тоже был блондин. Но только молодой и высокий. И ещё одна примета. Длинное кожаное пальто. Кожаное пальто в послевоенной Москве – невероятная роскошь. Достать было архи-сложно. Поэтому щеголяла в такой упаковке лишь элита. В отличие от Америки. Там кожа – всего лишь рабочая спецовка. С этим, кстати, связана забавная история тех лет. Делегация Госдепартамента США, прилетев в Москву, отказалась выходить из самолёта. Они узрели на лётном поле людей в кожаных пальтох. И решили, что их встречают обычные шофёры. А ведь это были наши советские генералы. Кроме военачальников, кожаное пальто носило ещё одна категория советских граждан – уголовные авторитеты. Но у высокого блондина пальто было особенным. с треугольным шрамом на спине. Вы знаете, когда вот, как бойся, зацепишь, треугольный, получается, зацепил. И, ну, так, полтора на полтора или полтора надо треугольный угол. Это только в кино муровцы изловили опасную чёрную кошку всего за несколько месяцев. В реальной жизни, чтобы добраться до банды, которую позже назовут бандой высокого блондина, ушло гораздо больше времени. Зимой 51-го участковый милиционер Кочкин возвращался с дежурства. Уже стемнело. Но он всё же разглядел подозрительную троицу. Один из них был в длинном пальто из кожи. Бдительный милиционер немедленно подошёл поближе. На самом деле, такое-то, такое-то. Попрошу ваши документы. Он сказал, документы, пожалуйста. Но вместо документов парень в коже выхватил пистолет. Кочкин не успел среагировать. Молоденький милиционер погиб на месте. Как вскоре выяснилось, в тот день банда высокого блондина ограбила сберкассу. Тогда, в 50-х, убийство сотрудника милиции было чрезвычайным делом. Однако, на совести банды высокого блондина трое убитых милиционеров. Всего за один год. С того момента, одуревшие от собственной безнаказанности бандиты, словно сорвались с цепи. Налёты совершались практически каждую неделю. Банда сумела не только навести ужас на всю Москву. Она разозлила и Никиту Хрущёва. В марте 52-го года у здания Мура на Петровке 38 остановился чёрный автомобиль с тонированными стёклами. Когда распахнулась дверь, часовых чуть не хватил удар. На тротуар шагнул лично Никита Сергеевич Хрущёв. Первый секретарь был взбешён. В 52-м Сталин был уже очень слаб. Как раз перенёс инсульт. Естественно, разгорелась борьба за власть. Берия втайне ненавидит Хрущёва. И ждёт любой его оплошности и осечки. А тут вдруг... Чёрная кошка. Ведь именно Никита Сергеевич в те годы выдвинул громкий лозунг, что с преступностью и проституцией у нас в стране навсегда покончено. Мизм – это лучшая жизнь для человека. А лучшая жизнь – это материальные и духовные блага для человека. Так давайте, товарищи, всё сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее ещё было лучше. Хрущёв потребовал немедленной встречи с руководством МУРа. Хрущёв не годовал. И три руководителя районных милиции, три руководителя, к которым были совершены вооружённые налёты, были осуждены как враги народа. Естественно, все усилия уголовного розыска были утроены. Прямо в наш двор въехали четыре грузовика. Выскочили автоматчики. И оцепили весь двор и у Белорусского вокзала. Привела конная милиция и милиция такая. И начали всех сгонять в проходные дворы. Это известный писатель и автор книг о криминальной Москве Эдуард Хруцкий. После войны он сам был свидетелем облав на Тишинке. Именно там гнездились притоны, которые шерстил убойный отдел МУРа. Вот там набьём местную милицию, помещение. А из Москвы вызываем машину и на машине к себе привозим. И распределяем друг с собой, и работаем. По несколько суток без сна и отдыха. Оперативники лично проверили все воровские малины. В криминальных районах столицы можно было встретить и самого Арапова. Переодетый в модную кепочку и залихватский пиджачок, он выглядел своим среди блатных. В таком виде сыщик Арапов встречался с уголовной агентурой. У меня агентура выезжала вместе со мной в Тулу, в Малаховку, где были рынки, в Раменское. Кстати, дело о чёрной кошке стало доступно журналистам не так давно. Подобных, особо секретных, в моих архивах не так уж и много. Всё потому, что здесь усиленно работала спецагентура. А имена этих людей никому знать не полагалось. Вдруг собратья уголовнички прирежут стукача? А ведь без своих людей среди криминальной братьи никак нельзя. Иначе и преступления не раскроешь. Но это только в кино Шарапову пришлось самому внедряться в банду. И рисковать жизнью. В 1952-м муровцы использовали совсем другие методы заполучить информацию. Для этого у каждого опера была своя тайная армия. Агентура. Мы вербовали их, то есть приобретали их на компоматериалах. Небольшая кража, хулиганство. 17 раз судился. Ну какая же основная профессия? Норманник, домушник. Потом судился за грабежи. И за грабежи судил? Да. Мы платили ведь деньги. Ну как небольшие. 800, 900 до 1000 рублей. Мы 1400 получали. А не 800 рублей, 750. В фильме Жеглов устраивает засаду в ресторане «Астория». И именно там оперативники сталкиваются с одним из бандитов – Фоксом. В реальной жизни все было иначе. После многочисленных облав и арестов блатной мир взвыл. Уголовники сами прислали к муровцам парламентера. И потребовали срочной встречи на нейтральной территории. Эта встреча произошла в саду «Эрмитаж». Они сказали, что если бы они знали что-то об этих людях, которые совершают такие дерзкие преступления, они, в общем-то, сдали бы эту информацию. Отсюда напрашивался единственный шокирующий вывод. Банда высокого блондина не имеет никакого отношения к профессиональному уголовному миру. Но кто же они тогда? Высокий блондин. Кто он? Может быть, спецагент? Он всегда доставал два пистолета. Или опасный психопат? Конечно, это был шут. Реальные преступники и киношный герой. Черная кошка. Настоящая история. Вскоре произошло ограбление, которое навело сыщиков на кардинально новую версию. Банда высокого блондина внезапно изменила своему почерку. Правда, всего один штрих. Но какой? Главарь сунул директору магазина в лицо не пистолет, а красные корочки. МГБ. Есть такой термин даже у профессиональных преступников. Налет под прикрытием какого-либо сотрудника, либо КГБ, как тогда, либо МВД, или ФСБ, как сейчас. Ну, чтобы сразу руки вверх подняли и не сопротивлялись. Налетчики, как обычно, выпотрошили кассу и бесследно исчезли. Конечно, это был шок настоящий, потому что никто не ожидал. То есть такая двойная жизнь. На этот раз сыщикам повезло со свидетелем. Директор магазина умудрился запомнить фамилию на красных корочках. Немедленно связались с Лубянкой. Но проверка показала, такого человека у них нет и никогда не было. Удостоверение было липовым. Это в кино только показывает, что он сел, как Пуаро вычислил, и, значит, все раскрыл. Но на самом деле все собирается по крупицам. Именно в этот момент произошло то, чего так боялся Никита Хрущев. О неуловимой банде доложили Сталину. И сделал это лично Лаврентий Берия. Вождь вызвал Никиту Сергеевича к себе на ковер. И потребовал немедленно прекратить беспредел. И добавил, я буду наблюдать за всем лично. Хрущев понял. Его жизнь и карьера висят на волоске. Но не в его силах было остановить черную кошку. Она гуляла сама по себе. И всегда не там, где ее искали. После войны в Москве открылось огромное количество пивных палаток. Вот где бурлила жизнь. Хотя сортов пенного напитка было немного. Популярная жигулевская, светлая рижская и темная бархатная. Причем зимой брали обязательно с подогревом. На электроплитке постоянно стоял чайник с пивом. И желающим добавляли в кружку с холодным еще и пиво горячего. В один из дней февраля в маленькой пивной было на удивление малолюдно. Всего один посетитель. Крепкий парень в кожаном пальто. Заведение закрывалось. И сотрудники никак не могли дождаться, когда же парень покинет столик. Сторож и буфетчица попросили, в общем-то, так как уже время было позднее, освободить помещение. Парень не реагировал. Остекленевшим взглядом смотрел в окно. И, кажется, даже не слышал ничего. Но тут в пивную заглянул участковый Бирюков. Увидев милицейскую форму, парень оживился. Резко выхватил из кармана сразу два пистолета и открыл огонь на поражение. Сумела спастись только буфетчица. Мгновенно нырнула под стойку. Участковый Бирюков был застрелен на месте. Неповоротливый сторож тоже не успел пригнуться. От полученных ран он скончался уже в больнице. Как оказалось, в тот вечер высокий блондин не успокоился. Кровавой бойни в пивной ему оказалось мало. Уже на улице убийца увидел семейную пару. Мужчина и женщина заходили в подъезд дома. Он спокойно дождался, пока за ними закроется дверь. Несчастные погибли от многочисленных ранений. А московские сыщики получили новый повод для обдумывания. Быть может, высокий блондин просто дилетант-психопат? Любой вор, любой бандит знает, что в повседневной жизни нужно быть тише воды ниже травы. Нужно не запоминаться и не бросаться в глаза. После внезапной вспышки ярости и четырех трупов за вечер от высокого блондина можно было ожидать чего угодно. Опасного убийцу и всю его банду нужно было немедленно брать. Но где ждать их появления? Выставить охрану около каждой сберкассы было невозможно. Ни в одном районе они не появлялись дважды. Сберкасса в Химках, магазины в Ховрине, Кунцеве. И только один район налетчики обходили стороной. Словно заговоренный. Красногорск. И вскоре там произошло очень странное событие. Киношные Жеглов и Шарапов выходят на черную кошку под цепочки. Идут по следу браслета с убитой женщиной. В реальности на поиски банды высокого блондина понадобилось около двух лет. В подмосковном городке был праздник. Всеобщие гуляния. И вдруг мгновенно разнесся слух. Над центральной улицей шикуют богачи. Группа молодых людей подошла к палатке с пивом. Предъявив крупную сумму денег, буфетчица сказала, что сдачи нет. Тогда они купили целую бочку пива, выкатили и начали угощать всех проходивших мимо прохожих. На бесплатное угощение сбежалась масса страждущих. Среди них оказался один спецагент. Поэтому, отведав пенного напитка, он отправился не домой, а в уголовный розыск. Для современной России это поступок очень нестандартный. Для сталинского СССР это поступок нестандартный втройне. Этим поступком, безусловно, они привлекали к себе внимание. Откуда у группы студентов такие огромные деньги? Наверное, уже очень немногие помнят те послевоенные времена. В магазинах полки ломились от банок с красной и черной икрой. Но ее никто не покупал. Не было денег. И самое главное, не потому что мало получали, а потому что регулярно проводились государственные займы. Такие здоровенные облигации по 50-100 рублей. У людей под видом займов изымали до 70% зарплаты. И попробуй, не подпишись. После случая с пивной бочкой в поле зрения милиции попал Лукин. Парень оказался студентом авиационного института. Комсомолец, спортсмен, отличник. Ничего подозрительного. Несмотря на прекрасные характеристики, муровцы решили пойти на негласный обыск квартиры парня. И обнаружили под кроватью Лукина чемодан. А в нем 20 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, денег у студента явно было гораздо больше. Он швырял их направо-налево, вел себя как заправский барин. И через день кутил в ресторанах. А в советское время в каждом ресторане были то же самое. Такие же агенты, которые о постоянных клиентах, они куда надо сообщали, информировали. За студентом установили наблюдение. Но Лукин встречался исключительно с положительными личностями. Комсомольцами, передовиками, спортсменами. Как догадаться, кто из них связан с бандой? Но и на этот раз подсказку сыщикам дали сами преступники. Во время очередного налета в помещении избиркассы зазвонил телефон. Один из грабителей поднял трубку. Решил покуравиться. И на вопрос «Это сберкасса?» ответил «Нет, это стадион». А Рапов ломал голову. Почему стадион? А что, если бандита выдал условный рефлекс? И он назвал место, с которым так или иначе связано в обычной жизни? Начали выверять по карте. Все грабежи, которые были в Московской области, в Москве, были около стадионов. Пиво для стукача. Поступок очень нестандартный. Клюшки для бандитов. Элемент урожая, безусловно, блога. И пуля для блондина. Реальная история неуловимой банды. Тогда никто из сыщиков даже не подозревал. На стадионе они найдут главаря. Самого таинственного высокого блондина. В фильме Станислава Говорухина банда и ее главарь скрывались в воровском притоне. В реальной истории черной кошки банда не пряталась. В тот день на проходной стадионе появился сухонький старичок в роговых очках. На него никто не обращал внимания. Зато дедушка глядел во все глаза. Такое задание получил он от Арапова. Если увидишь бандитов, дай знак. Пенсионер был одним из немногих выживших после встречи с кошкой-свидетелем. Это именно его мучили бандиты за связку ключей от склада. Дедуля Фронтовик вглядывался в каждое лицо. И вдруг заметно заволновался. И шагнул к одному из вошедших. Но слабенькие ноги подвели. Споткнулся и упал. Дежурившие неподалеку оперативники бросились к старику. А он указал им на спину уходившего спортсмена. Это он. Это был капитан Красногорской хоккейной команды Иван Митин. Когда Арапов получил информацию о спортсмене, просто не поверил. Митин сам был представлен к Ордену Трудового Красного Замени. Мастер, цеха, член партии. Как может молодой коммунист быть причастен к кровавой шайке? Может, дед Фронтовик сослепу перепутал? В советские годы у меня было несколько знакомых с секретных оборонных предприятий. Могу со знанием дела утверждать, там трудились не просто рабочие. Это была элита рабочего класса. Красногорский механический завод был известен на всю страну. Именно там производили знаменитые фотоаппараты «Зенит». Они считались одними из лучших в мире. Продукция Красногорского механического завода пользуется широкой известностью и охотно покупается в 86 странах мира. Высококачественный светосильный объектив, надежная работа при высоких и низких температурах сделают его популярным у фотолюбителей и у профессионалов. А в секретных цехах кипела совсем другая. Секретная работа. На оборонку. Внешний митинг подходил под описание главаря. Высокий. Блондин. Но больше ни одной зацепки. Арапов не поленился. Выпросил у руководства последние технические новинки для слежки. Кое-что там установили техническое. О, могли послушать. Каждый шаг его контролировался. Вскоре стал ясен круг его общения. Студент Лукин и еще пять членов его собственной заводской бригады. Все они подчинялись митину и в хоккейной команде. Когда смотришь в послужной список, удивляешься, потому что среди них были передовики соревнований, герои труда. Один из бандитов был даже награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. А эти медали просто так не раздавались. К задержанию готовились, как к бою. Вооружились до зубов. Собрали всех, кого только могли. Наши в Муровце человек, 20-18 лет. Машина. У нас машина была тот же в нашем отделе. Он начальник отдела «Победа». Брать высокого блондина и его шайку решили глубокой ночью. Одна из самых эффектных сцен кинофильма – арест Горбатого и его подельников. Но банду высокого блондина задержали гораздо тише. Или, как говорят муровцы, профессиональнее. Без единого выстрела. Чтобы стерей никто не оказывал. Они не ожидали. В фильме «Вся черная кошка» – прожженные уголовники. И во главе настоящий крестный отец Горбатый. Армен Джагарханян до сих пор гордится этой ролью. Такого нет понятия «отрицательный герой». Есть правда. Ваша правда, его правда, моя правда. Вот из этого конфликта и создается жизнь. В шайке высокого блондина – все молоденькие ребята. Главарю Ивану Митину – 25. Муровцы пытались понять, чего ребятам не хватало. Зачем передовики и спортсмены начали убивать. Правда оказалась шокирующей. На преступления шли не только ради наживы. Хотелось риска. По пулям не досталось, как говорил Васоцкий. Хотелось себя проявить в такой вот, так сказать, атмосфере близкой к боевой. Взять пистолеты, попробовать ограбить сперкассу или склад. Как с сожалением говорили сами оперативники, на войне из них могли бы получиться герои. В 1953 году все налетчики угодили за решетку на приличные сроки. Сам Иван Митин был приговорен к расстрелу. Но за два часа до исполнения приговора в камере смертников внезапно появился посетитель. Это был сам сыщик Арабов. Я приехал в Бутырскую тюрьму с ним поговорить. Он говорит, нет, товарищ Арабов, я граждан Арабов, я это дело не совершал. Арабов был удивлен. Да чего же мощный, дерзкий характер. Даже на пороге смерти так и не раскаялся. Банда высокого блондина навсегда закончила свой кровавый путь. Именно ее история и стала прообразом черной кошки в культовом фильме. Муровцы из убойного отдела смогли спокойно вздохнуть. Но ненадолго. Наступало холодное лето 1953-го. А вместе с ним самая страшная массовая амнистия уголовников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»